В эфире новости на телеканале ЮТВ. Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги недели и в ближайшие 30 минут. Покажем важные сюжеты, выпущенные нашей редакцией за эти дни. Смотрите в итоговом выпуске новостей на ЮТВ. Птичий грипп, отопление и новая школа в Деме. Главное с оперативного совещания главы Башкирии. В Уфе закрыли школу за две недели до 1 сентября. Родители вкладывались в ремонт. При поддержке Башнефти в Альшеевском районе Башкирии построили новую современную школу. 7 тысяч бегунов из 26 стран мира. Как прошел 9-й уфимский марафон. Строительство мечети Арахим сдвинулось с мертвой точки. Что об этом известно? На улице Свердлова в Уфе началась реконструкция. Рассказываем, что там изменится. И Уфанет привезет в Уфу знаменитого дирижера из Италии и Петербургский оркестр. 4 сентября на оперативном совещании правительства Башкирии в Цуре стало известно, что зараженную на птицефабрике под Уфой продукцию уничтожили. О чем еще говорили чиновники, смотрите в нашем сюжете. Совсем недавно стартовал новый учебный год. И на очередном оперативном совещании, прошедшем в Цуре 4 сентября, глава Башкирии поручила заботиться поиском подходящего участка для новой школы в Демском районе Уфы. Там довольно бурно развивается район, очень большая жилищная стройка, много молодых семей, что, кстати, очень сильно радует. С детьми они все, поэтому школу они просят настойчиво. Поэтому Демская школа у нас должна в приоритете ставить. Обратите внимание. Помимо гранита науки обсуждались и дела продовольственные. Зараженная продукция на птицефабрике под Уфой, где обнаружили птичий грипп, полностью уничтожена, отрапортовал начальник управления ветеринарии республики. Напомним, на башкирской птицефабрике под Уфой в августе обнаружили вспышку птичьего гриппа. Ветеринары там занимались отчуждением по голове. Сегодня по голове все полностью продукция отчуждена, уничтожена. Сейчас проводится инвестиционная работа, надо сказать, купирован. Тем временем в Башкирии наступило потепление. Тем не менее, подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. По данным Минжекаха региона, средняя готовность к зиме по республике оценивается в 94%. Сейчас к сезону полностью готовы 12 районов. Напомним, по закону отопление подается после того, как среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов в течение 5 дней. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ В Уфе часть улицы Свердлова закрыли на благоустройство. Сейчас там сняли старые плитку и тротуары, чтобы заменить их на новые. Съемочная группа нашего телеканала прогулялась по улице, чтобы вспомнить, на что там можно посмотреть. Подробности у Егора Полторыхина. В Уфе началось благоустройство улицы Свердлова от Гоголя до Карла Маркса. Сейчас мы прогуляемся по этому участку и вспомним, что интересного здесь есть. О начале благоустройства сообщил мэр Уфыр Атмир Мавлеев. К 7 сентября улица выглядит по-другому, и уже можно предположить, какой она может получиться. Пока здесь идут только подготовительные работы и убирают старые покрытия и тротуары. Когда все работы закончатся, улица получит новую пешеходку из брусчатки. И пока это кажется только единственное изменение, потому что больше места на тротуаре не стало. Раньше улица называлась Малая Казанская, но потом ее назвали в честь революционера Якова Свердлова. Интересно, что многие уфимцы ставят ударение в названии на первый слог вместо второго. Но при этом все знают, что на этой улице до сих пор сохранились старинные деревянные и каменные дома. Еще это место можно смело назвать улицей студентов, потому что она начинается от учебного корпуса Уфимского университета науки и технологий. Во второй половине дня улица Свердлова заполняется студентами. Некоторые приходят сюда перекусить или по учебным делам. Обычные же люди приходят сюда либо на рынок, либо на остановку музей имени Нестерова. Но подобраться ко всему этому теперь сложно, потому что улица перекопана. Еще улица Свердлова поддерживает определенный контраст. В ту ее часть, о которой мы говорим, можно прийти в бар или за дешевым стритфудом. Но чуть дальше расположился музей полярника Валериана Альбанова, а рядом в усадьбе братьев Соловьевых вот-вот должен открыться музей имени Федора Шаляпина. Участок от Гоголя до Карла Маркса тянется на 200 метров. Изначальная цена его благоустройства почти 8 миллионов рублей. Позже она снизилась до 6,5 миллионов. Деньги будут выделены из городского бюджета. Если верить документации на сайте госзакупок, до 1 октября подрядчик должен обустроить не только тротуар, но и высадить деревья и кустарники. За примером того, как может выглядеть улица после окончания работ, далеко ходить не нужно. Сейчас четная сторона улицы Свердлово находится на стадии активного благоустройства. Но скоро она должна стать такой же, как ее нечетная сторона, которую обновили относительно недавно. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев, телеканал ЮТВ. В селе Раевский Ольшеевского района открылась новая школа. Она была необходима, так как четыре другие школы уже с трудом справлялись с количеством школьников. Построили ее по федеральной программе и при поддержке Башнефти. Рассказываем, как развивается образование в республике. В селе Раевский Ольшеевского района дети первого сентября пошли в новую школу. Новое здание рассчитано на 375 мест и построено при поддержке Башнефти, входящей в состав Роснефти. Необходимость в новом учебном заведении появилась из-за активного развития микрорайона Янаул. Ну, этот вопрос уже давно назревал, потому что у нас в селе Раевске четыре школы в райцентре, как бы, и в этом микрорайоне проживает 680 детей с этого микрорайона Янаул. Новый микрорайон здесь есть. Строящиеся приезжают, переезжают сельских, с деревень приезжают, с городов есть, которые... Поэтому вот у нас в каждой школе есть вторая смена. Она как бы предназначена для ликвидации второй смены в селе Раевский. Поэтому вот для этого она и строилась. Раевский – второе по населению село в Башкирии. И действующие школы с трудом справлялись с возрастающей нагрузкой. А жители микрорайона рады, что теперь детям не нужно тратить много времени на дорогу до учебы. Микрорайон новый, красивый, много молодых семей и детей, соответственно, много. Поэтому мы открытие этой школы очень долго ждали. До лицея там на автобусе надо было садиться. И это особенно холодные дни приходилось на остановке ждать. А здесь пешком быстро рядом живем. Ездил внук на автобусе, во вторую школу ходил. Все 8 лет. Мы рядышком живем, перевелись вот так. Здесь будем учиться в новой красивой школе. Школа старая, гимназиумная наша была. А тут, как мы нам провели экскурсии, я сама захотелась здесь учиться. Школу построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», по которой происходит благоустройство сел и деревень при поддержке предприятий. В селе Раевский школу софинансировала АНК «Башнефть», входящая в состав «Роснефти». Комплексное развитие сельских территорий, в первую очередь, это идет федеральный бюджет по линиями сельхоза Российской Федерации. Ну и, конечно, нам нужны вне бюджета источники. Здесь у нас выступает нашим партнером, который не просто обеспечивает сельхозтоваропроизводителей горючих смазочными материалами, но и помогает нам строить и вводить в эксплуатацию социальные объекты. В трехэтажной школе 25 кабинетов. Каждый, помимо классической меловой доски, имеет интерактивную доску и экран. Также в ней есть пищеблок со столовой, актовой и спортивные залы. Спорту в новой школе уделили особое внимание. Помимо спортивного зала есть тренажерный уголок, большая уличная площадка и комфортные раздевалки. Школа в селе Раевский не просто не уступает по комфортности городским школам, они и на уровне даже выше, но при этом мы видим, что это территория более шире, это все-таки сельские территории, у нас есть, в окно посмотреть, это леса, горы, реки, там они большие многоэтажные дома. По словам министра сельского хозяйства, деньги на развитие инфраструктуры выделяются в районы, где идет активное развитие экономики. То есть открываются новые предприятия, растет количество рабочих мест и увеличивается население. В сентябре этого года в девятый раз прошел уфимский международный марафон. В этот раз на дистанции от 2 до 42 километров вышло более 7 тысяч любителей бега из 26 стран мира. Артур Бигнов расскажет, как это было. Большое количество участников из других городов и стран, у нас 25 стран в этом году. В сентябрь 2023 года в девятый раз собирает участников уфимского международного марафона со всего мира. В этот раз на трассу вышло более 7 тысяч любителей бега. Если в 2015 году Владислав Ледвиничук, организатор забега, собрал на первый марафон около тысячи человек, то сегодня мы имеем картину 7 тысяч сто участников, 500 из них дети. Бегунам предстояло преодолеть дистанции от 2 до 42 километров по улицам Башкирской столицы. Организаторы постарались создать для участников все необходимые условия. Ровная трасса, классные участники, великолепная поддержка на трассе. Ну и конечно точки питания, потому что когда бежишь очень, многим участникам нужно питание, вода и затоник. Все это было, это очень классно. Вода и питание, и поддержка на трассе. И трасса в принципе хорошая, без резких подъемов, спусков. Ежегодно уфимский марафон собирает вместе как любителей, так и состоявшихся профессионалов. При этом не только из беговых видов спорта. Любое движение это как раз таки здоровье, движение это жизнь. Но в то же время это и хорошее настроение, не обязательно быть быстрее, выше, сильнее. Здесь можно познакомиться, хорошо провести время, тут очень много активности, интерактива. Очень приятно по любимому городу утром, без машин, по чистому воздуху пробежаться по тем улицам, которые ты видел, только переполненным транспортом. А тут ты один, прекрасно. Чтобы мы республики, очень важно для вас здоровье, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Некоторые из легкотлетов имеют за плечами опыт участия в забегах, проходящих в других городах мира. По их словам, у уфимского марафона большие перспективы. Я бежал в Нью-Йорке, в Берлине и в Чикаго. Ну, там просто очень много людей, 50 тысяч людей, когда бежит, это само по себе уже, как бы, ну, прям, очень круто. Я, как бы, желаю, чтобы уфимский марафон когда-нибудь дошел до такого количества. Я думаю, это реально. Для кого-то из бегунов уфимский марафон становится и семейной традицией, и возможностью отпраздновать личное торжество. Сегодня у меня еще день рождения. Это первый мой день рождения в качестве отца и первый забег в качестве папы. Вот, встречает меня на финише. Вообще, безумно приятно. Бежал, наверное, только ради нее сюда. Ежегодно среди участников уфимского марафона можно увидеть обладателей экстравагантных образов. В этот раз на трассе был замечен босой бегун. Правда, сам он уверяет, что обут. Я в обуви, она невидимая у меня. На финише легкотлетов награждали медалями уфимского марафона, а со сцены для них пели артисты фабрики звезд. Кроме заслуженной награды, участники заберут с собой заряд бодрости и яркие воспоминания. Отличная атмосфера, спасибо организатору. Молодцы. Чувство единства народа, участие в таких активных мероприятиях. Мощный драйв, отличный бег, хорошо погода, отличное настроение, отличное. Тяжело, но я очень рада, что я попробовала себя. Рад, что побывал на уфимском марафоне, бегу каждый год. Устала, конечно, чуть-чуть, но настроение классное просто. В этом году мне исполнилось 60 лет, когда коллеги спрашивают, Игорь, ну а тебе зачем? Я говорю, знаете, как приятно обогонять тех, кто в два раза моложе меня. Если бегать буду, доживут до 80 лет. Побед! В этом году у уфимского марафона появилась новая традиция, нашедшая у бегунов широкий отклик. Поставлен большой финишный колокол. Есть такая легенда, что если пробежать, позвонить в этот колокол, то все желания сбываются. И у нас срамово раннего утра сегодня очередь у колокола. Все хотят, чтобы желания сбывались. Артур Бигнов, Руслан Габидулин и Виталий Федотов. Телеканал ЮТВ. Мечеть Ар-Рахим известна уфимский долгострой. После падения одного из ее куполов она стала предметом бурных обсуждений в правительстве. 4 сентября прошло собрание рабочей группы по вопросам строительства мечети Ар-Рахим. Рассказываем историю уфимского долгостроя и дальнейшую судьбу. Один из самых знаменитых уфимских долгостроев – мечеть Ар-Рахим. Ее заложили в честь 450-летия присоединения Башкирии к России. Строительные работы на участке начались еще в 2007 году. После стройка не раз замораживалась, снова возобновлялась и снова останавливалась. Два года назад в ней даже успели провести намаз. У нас вот у всех мечта уже зайти в эту мечеть, намаз прочитать. Иншаллах, мы надеемся в этот священный месяц получить какой-то барракад на эту мечеть. Возможно, это станет причиной того, что Аллах не спошлет на эту мечеть благодать, потому что будет там совершено поклонение и проведено пятничное служение. По проекту мечеть Ар-Рахим должна была стать крупнейшей в России. Однако из-за разногласий между главным спонсором фондом «Урал», где были аккумулированы доходы от продажи активов башкирской нефтяной промышленности, заказчикам в лице «Дума» и подрядчикам она до сих пор не достроена, так как на продолжение работ не было денег. Более того, весной этого года у финцев ожидала еще одна новость. В ветреную погоду упал один из миноретов мечети. Именно падение купола стало своеобразным толчком, после которого вокруг мечети началось движение. В августе упавший купол водрузили на место, остальные три укрепили. А 4 сентября состоялось второе совещание рабочей группы по строительству Ар-Рахима. Собран оперативный штаб, в которую входят вице-премьеры, министр по строительству, город, Министерство земельно-имущественных отношений. То есть все органы, которые непосредственно нужны для строительства мечети, они все в этом оперативном штабе. И этот штаб обеспечивает нам очень быстрое принятие решений и возможно решение всех этих проблем. На совещаниях рабочая группа присутствует Радий Хабиров, который не раз обещал помочь завершить строительство. По его словам, тратить бюджетные деньги на Ар-Рахим нецелесообразно, а найти спонсоров не получалось. Глава региона поставил задачу закупорить мечеть, это тепловой контур закрыть, чтобы внутри мечети уже было тепло в этом году. Ну и по примерным подсчетам, к весне 2024 года уже начнутся основные строительные работы. Это, соответственно, почему весной? Потому что за этот период мы восстанавливаем проектно-спятную документацию, делаем исполнительскую документацию, корректируем проект, и с новым проектом, с новыми ценами мы приступаем к основной работе. Даты завершения строительства еще не названы, но уже в середине сентября проведут еще одно совещание. К нему подготовят экспертизу по мечети и обсудят, в каком состоянии она находится. Школа 124 на Уфимском шоссе закрылась за две недели до начала учебного года. Детей перевели в соседнюю школу, и теперь они учатся во вторую смену и идут до школы через гаражи. Родители недовольны таким стечением обстоятельств, так как им обещали новую школу рядом с их домами. Алсу Гумерова расскажет, что произошло. Учеников 124 школы и их родителей перед первым сентября ожидал сюрприз. Школу, которую они все лето приводили в порядок, закрыли. А детей перевели в 69-ю, до которой идти пешком около 15 минут от старой школы, а из новых ЖК на Уфимском шоссе еще дольше. Сообщили им эту новость за две недели до начала учебного года. Ну, честно, это было как гром среди ясного неба, как говорится. То есть буквально накануне 1 сентября это вот так произошло. И оперативно надо было сориентироваться, как будем действовать в такой ситуации. То есть тут же у нас и чаты появились, и начали обсуждения активно вестись. Как быть, что делать, как организовать вообще транспортировку детей. Потому что, я уверена, наши соседи уже поделились, что у нас огромное количество диких собак. Их не отстрелят, их буквально маркируют, или что там делают. Отмечается, и все. В 124-ю школу ходили дети с Уфимского шоссе и Российской. Причем многие жили в новых ЖК. Для Алены Малышевой близость школы была главным критерием при покупке квартиры. В 124-ю школу было видно из ее окон. За ребенка она не беспокоилась. Теперь же маршрут в новую школу, по ее словам, представляет опасность для учеников. Фонарных столбов на пути в школу нет. Зато есть частный сектор, дикие собаки и гаражи, где сдают металлолом и стеклянную тару. Кроме того, большинство бывших учеников 124-й школы теперь учатся во вторую смену. И вскоре им придется возвращаться домой в вечерних сумерках. На гаражном кооперативе путь в школу не заканчивается. На протяжении маршрута лесная зона и подъем в гору, где тоже нет освещения. Справедливости ради стоит сказать, что есть и второй маршрут, через российскую. Но он гораздо длиннее и имеет крутой подъем в гору. Зимой, по словам родителей, там образуется гололедица, а весной распутится. Очень неудобно. У нас начинается учебный день с 11.30. Не все родители могут отпрашиваться с работы, чтобы ребенка проводить. А начальная школа – это уж, конечно, сопровождение ребенка в первую очередь. Поэтому, ну да, сейчас мы, конечно, выходим из ситуации. Мы копируемся и вводим. Ну а что делать? По словам родителей, текущую проблему мог бы решить школьный автобус. Но его не выделяют. А поэтому они собирают детей вместе и своими силами по очереди отвозят малышей в школу. У нас не готовы ни переходы, не организованные переходы по Уфимскому шоссе для наших детей, чтобы они переходили в 69-й школу. Не организовано освещение тех дорог, которые ведут в школу. И также не организован процесс перевозки наших детей в настоящее время. И многие родители взяли отпуск. При этом родители рассказали, что закрытие школы было ожидаемо. Об этом говорили еще 3-4 года назад. Школа нуждалась в капитальном ремонте. Тогда эту обязанность хотели возложить на застройщика квартала. Но в итоге в районе появились только новые высотки. Ремонт же лег на плечи родителей. Ну, непригодна она уже получается для детей в плане того, что мы, например, делали ремонт. И в начале года трещин по стенам не было. То есть мы, когда заделали уже ремонт, там была трещина, которую уже заделали. Заделали дыру в потолке. Кроме того, родители говорят, что их дети постоянно мерзли на уроках. Из крана в туалетах не текла вода, да и визуальный облик кабинетов был уже устаревшим. 69-я школа, в которой теперь учатся их дети, гораздо больше и новее. Но большинство родителей хотят новую школу. Естественно, чтобы дети учились рядом с домом. Нашему кварталу нужна новая школа, новые светлые классы, кабинеты, оборудованные всем. И теплые, да, столовые хорошие, чтобы у нас был не один спортзал на всех. В администрации Октябрьского района говорят, что в августе было проведено обследование 124-й школы. По его итогам было принято решение приостановить занятия в ней. Теперь же закрытую школу ждет еще одна проверка. В настоящее время рассматривается возможность привлечения подрядной организации, которая будет проводить дополнительное обследование здания для определения дальнейших действий. Это капитального ремонта, либо реконструкции здания. Пока постройку новой школы в планы администрации не входит. А ремонт или реконструкция могут затянуться на долгое время, так как поиск подрядчика занимает длительное время. Алла Сугумерова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Уже этой осенью столица Башкирии вновь наполнится оркестровой музыкой. 13 сентября в ГКЗ Башкортостан пройдет концерт симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством итальянского маэстро Фабио Мастранжело. В следующем сюжете мы расскажем, почему вам непременно стоит туда пойти. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже этой осенью столица Башкирии вновь наполнится оркестровой музыкой. 13 сентября в ГКЗ Башкортостан пройдет концерт симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством итальянского маэстро Фабио Мастранжело. Компания «Уфанет» и продюсерский центр «Ян» возвращаются к организации совместных музыкальных проектов. Культура – это очень важная вещь. Особенно в тяжелые и сложные времена культура – это вечная ценность. Великая музыка, музыка великих композиторов, великолепные исполнители – это чудо. И вот мы хотим сделать в это сложное время небольшое чудо и подарить его жителям республики. Ранее музыкальные проекты проводились в городских парках, преимущественно с участием духовых оркестров. В новой программе примет участие уже симфонический оркестр, чье звучание в полной мере раскроется только под крышей концертного зала. Чтобы насладиться разнообразием инструментов, служители займут свои места в зрительском зале. Идея создания проекта «Виртуозы» возникла в результате нашего стремления привнести что-то новое, что-то интересное, запоминающееся в культурную жизнь нашего города Уфы и Республики Башкортостан. И совместно с компанией «Уфанет» мы решили создать такое уникальное музыкальное событие. На сцене концертного зала выступит симфонический оркестр из Санкт-Петербурга «Северная симфония». Оркестр был создан под руководством маэстро Фабио Мастранжева, художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина. Его по праву считают самым известным итальянцем в музыкальных кругах современной России. Фабио прекрасный дирижер, Фабио Мастранжева, который уже давно знаком нашему и слушателю. Вообще это прекрасный профессионал, знаток очень тонкий и глубокий музыки. Всегда приятно видеть, как он руководит оркестром, как он дирижирует. Этот оркестр является одним из ведущих у петербургских оркестров также на мировом уровне. «Богатый репертуар оркестра» включает в себя произведения разных эпох, стилей, произведения российских и зарубежных композиторов, а также произведения наших современных композиторов. Подготовка к концерту сейчас в самом разгаре. Команды компании «Уфанет» и продюсерского центра «Ян» работают над договоренностями с артистами. Большое внимание уделяют и выбору музыкальной программы. В обширный репертуар двух отделений концерта войдут произведения, знакомые широкой публике. Мы выбирали программу, исходя из пожеланий наших зрителей. То есть не только для искушенной публики, которая любит классическую музыку, а также для людей, которые впервые для себя открывают новое именно в классической музыке. Выступление оркестра всегда, это, конечно, для слушателя, скажем так, культурный вызов, который должен быть воспринят. И та программа, которая прозвучит, она, конечно, познакомит слушателя уфимского с популярными ариями, с популярной музыкой, которая прозвучит в исполнении оркестра. Дело в том, что поп-музыку слушать легко, приятно. Ее не надо грузить в свой мозг, душу, чтобы слушать. А классическая музыка – это нагрузка. Вот это работа души, ума, чтобы ее слушать. Я понимаю, насколько вот эта классическая музыка, к примеру, помогает мне работать руководителем. То есть насколько помогает сложные моменты жизни выбирать правильные решения не на базе там страстей, слабостей, страхов, а вот именно, как бы сказать, подниматься к вершинам духа, да. Первый концерт пройдет 13 сентября в ГКЗ Башкортостан. На нем классическая музыка в Уфе не закончится. В ноябре слушатели ожидают второй концерт, где выступит еще один приглашенный оркестр. Билеты на выступление Северной симфонии под руководством Фабио Мастранжело можно купить на сайте ufaconcert.ru и в кассе ГКЗ Башкортостан. Аня Шакова, Игорь Яковлев, Руслан Габидулин, телеканал ЮТВ. Это были главные новости Республики за неделю. Спасибо, что были с нами. Сюжеты, новостные выпуски и многое другое вы найдете на сайте utv.ru и в наших социальных сетях. Всего доброго и до свидания.